То, что мы прочитали сегодня в недельной главе, Дима истолковал, что тот, который не принадлежит народу Израилю, не делает Песох вместе с народом Израиля. Можно сказать, тот, кого это не интересует. Написано в Корану Эдзайом. Прочитали сегодня. Исход 12 глава, 39 стих. 12 глава, 37-38 стих. И отправили сыны Израилевы из Рамеса в Сакков до 600 тысяч пеших мужчин. Там есть 600 тысяч мужчин. И множество разноплеменных людей вышли с ними. На русском так написано, что множество разноплеменных людей. А на Иврите написано Эр-Эв-Рав. Эр-Эв-Рав, батергум, это кому-то женщин, которые в целом не могут спорить их. А если мы можем перевести это выражение Эр-Эв-Рав, то это количество людей, которых просто невозможно сосчитать. Скорее всего, или сами египтяне, или другие народы, которые жили в Египте, они увидели все чудеса, которые творила Божья рука. И да, хотели присоединиться. И они присоединились к народу Израиля. И они вышли из Египта. И они, да, ели Песох вместе с нашим народом. Это также пророчество относительно всех народов, которые приходят поклоняться Богу Израиля через Моисею Иешуа. Еще одна идея, и очень важно ее понять. Потому что это связано напрямую с нами. И об этом написано во Второзаконии, в Пятой главе. И там Моше говорит народу Израиля. Но он говорит тому народу, который не видел своими глазами все чудеса. Это были дети и внуки вышедших из Египта. Это было прямо перед самым... заходом в обетованную землю. И в Дор, что и отца Мицрая, они все умерли. В 23-м стихе написано, вы стояли там. И слышали голос, говорящий из огня. Это для нас. Мы своими глазами не видели никакого чуда выхода из Египта. Но в нас течет кровь наших праотцов. И наши гены помнят это. И когда Дух Святой прикасается к нам, все пробуждается. А это та молитва, которую молился Дима, что тот, кто не знает Мессию, узнает его. Вы знаете, сколько есть движения? Нет. Сколько есть потомков евреев по всему миру. Народ израильский был рассеян в Вавилонском пленении по всему миру. Если вы будете, если есть такая возможность генетической проверки на еврейство, то евреев можно найти и в Китае, и в Индии, и по всему миру, где даже представить себе сложно. И только подумайте о том, что в один день Святой Дух прикоснется к ним. И их гены будут помнить день выхода из Египта. Это наша молитва. Еще пару мыслей. Мы здесь в Израиле празднуем Роша Шана, Новый год. Примерно он выпадает сентябрь-октябрь. Но в Торе написано, что Песах — это и есть религиозный Новый год. Ниссан — это первый из месяцев. И очень важно в начале года думать о себе. Что я сделал, чего я достиг, куда я хочу двигаться. В исходе 12 главе 3 стихе написано, что каждая семья должна взять себе Агнца. И также аллегорическим образом это указывается на Мессию. И я рад, что, хотя мы не говорили с Димой до этого, но он сказал, есть ли у тебя Мессия? А им есть ли у тебя хакара, им карта от Йешуа? Есть ли ты, знаком ли ты с Йешуа? И возможно, даже здесь есть люди, для которых это все как будто технически происходит. Возможно, кто-то слышит нас через Ютуб или Фейсбук, и для тебя это все технически происходит. Но очень важно внутри себя сказать, я жажду. Я жажду. Я хочу тебя, Господь. Открыть мне, Господь, Мессию. В жизни, Илухи не говорит, нет. Когда человек, мемло либам, говорит, нет. Они хотят увидеть Иешуа. Никогда Бог не говорит, нет, когда человек от всего сердца говорит, я хочу познакомиться с Иешуа. В пасок 7 като, и кху медамо, и им шиху ал мизузот битеха. И в 7 стихе написано, возьмите крови Агнца и помажьте косяки дверей. Насколько защищен твой внутренний мир? Насколько защищен твой внутренний мир и насколько ты принадлежишь Мессии? Я говорю тебе, возможно, твои усты нечисты. Возможно, ты смотришь всякий мусор. Возможно, есть недостаток чистоты, осквернения в твоем сердце. Это время, когда сказать, Отец мой, помилуй меня. Иешуа сказал Петру и Иоанну, я хочу сделать с вами Песох. И Дима истолковал, как обновление Завета. Написано в первом Коринфинах. Пятая глава, седьмой стих. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Песох Шелану, Машиах, закланный за нас. Очень важно понять слово «за нас». Не за тебя. И за тебя тоже. Но и за нас. Сегодняшний мир очень эгоистичен. Любой коуч, который учит в телевизоре, он учит, как увеличить твое эго. Если мы смотрим телевизор, если мы даже ищем одежду в магазинах, мы ищем бренды, там, где есть раздутое эго. Но про Ишуа написано, что он был скромный и кроткий. Я в конце хочу прочитать несколько отрывков из книги Малахии. Песух Шелош, Перек Шелош, Мя Псухим шешесрад шманаесра. Третья глава, шестнадцатый, восемнадцатый стихи. И это относительно пророчества в Новом Завесе. Написано, что в конце времен люди будут эгоистичны, ненавидящие правду, ненавидящие праведность. Но Малахия говорит, что есть опция, есть выбор. Особенно, если ты был рожден от Него. И перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Семнадцатый стих. И они будут моими, говорит Господь цивоот, собственностью моей в тот день, который я сделаю. И буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите, восемнадцатый стих, различие между праведником и нечестивым, между служащим Бога и не служащим Ему. Пусть Бог поможет нам. Возможно, мы не можем предотвратить, оградиться от всех движений и землетрясений этого мира. Но мы должны день и ночь просить у Бога милости устройства, чтобы мы могли твердо стоять в этих проблемах. И как написано, Бог всегда будет рядом с тобой и укрепит тебя. Давайте мы встанем сейчас. Хочу провозгласить благословение священников. Отец, я молюсь у тебя помощи. Рахемна олену. Памилуй нас. Рахемна олену Адон вегуэль. Памилуй нас, Господь и Искупитель. Се-элухим, Адонейну. Боже, Агнец, наш Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошей недели.